В столице региона провели очередные широкомасштабные антитеррористические учения. Основная часть маневров развернулась на территории Наринмарского аэропорта. Там, по легенде, группа боевиков захватила один из объектов транспортной инфраструктуры. Заложники, взрывы, стрельба, все как положено. В спецоперации приняли участие более 200 силовиков. Привлекли даже военнослужащих Северного флота. Репортаж Олега Хатанзейского. К выполнению поставленных задач представители силовых структур были готовы с раннего утра. Впрочем, перед тем, как начать спецоперацию, обсуждение деталей совместных маневров. Несмотря на то, что это всего лишь учение, ошибок быть не должно. Но и понятно, ведь в реальных условиях враг их не простит. Колонна техники выдвигается к месту дислокации. Сразу несколько групп. Это группа оцепления. Далее группа блокирования. Там, сзади, в треколах, находятся морские пехотинцы Северного флота. Они приехали в Наринмар из Мурманской области. Время для широкомасштабных учений выбрали, пожалуй, самое суровое. На улице минус 30. Но к таким погодным условиям сотрудники спецслужб уже привыкли. К месту, где вот-вот развернется спецоперация. По обезвреживанию условных боевиков участники маневров добираются разными путями. Одни по замерзшей реке, другие через обездную дорогу. Задача – остаться незамеченными. На территории войсковой части, она расположена в нескольких сотнях метров от аэропорта, спасатели и медики разворачивают импровизированный городок. Именно сюда будут доставлять условных пострадавших. Вот недалеко от взлетной полосы дежурят морские пехотинцы и полицейские. Они в боевой готовности. На перроне тем временем готовятся к операции по обезврежению террористов. Боевики взяли в заложники гражданских и выдвинули требования. Им нужен вертолет, чтобы покинуть город. Как только автобус с преступниками подъезжает к винтокрылой машине, сотрудники ФСБ начинают штурм. Вооруженную группу представителей ФСБ нейтрализовали за считанные секунды. Боевики на земле – заложники безопасности. Позже доложили, террористы успели привести в действие взрывное устройство. На одном из объектов транспортной инфраструктуры возник пожар. К месту ЧП выдвигаются сапер и кинолог Росгвардии. Они обследуют здание. Только после этого к работе приступают пожарные и спасатели. Известно о двух пострадавших. Раненых аккуратно спустили на землю. Выводить их через здание было небезопасно. Один из лестничных пролетов разрушился в результате взрыва. Результаты учений показали, что силы и средства действовали уверенно, слаженно, что позволили своевременно обезвредить террористов, избежать человеческих жертв. Можно с уверенностью заявить, что группировка сил и средств оперативного штаба в Ненецком автономном округе готова к решению поставленных перед ними задач. Основными задачами сил и средств МЧС России на территории Ненецкого автономного округа и поисково-спасательной службы округа являлась эта ликвидация и минимизация последствий террористического акта или чрезвычайной ситуации, которая могла возникнуть в ходе него. Все эти задачи были решены. Масштабные учения поделили на несколько этапов. В днем ранее силовые структуры отрабатывали устранение условного пожара на одном из избирательных участков. Спасатели развернули автономный модуль. Именно там и продолжилось голосование. Олег Котанзейский, Игорь Тарасевич, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.